Расскажите, пожалуйста, как вас родители в детстве наказывали? Наказывали по-разному, в угол ставили иногда, ну или какую-нибудь уборку заставляли делать, на огороде, в грядке копать, такое что-то. А детей своих вот как наказываете, если что-то нет? Ой, ну своих детей наказываю, конечно. Ну что-то, может быть, телефон мобильный на время, чтобы занималась получше, в контакте не сидела. Ну, в детстве, конечно, тоже в угол иногда ставил, когда маленький совсем ребенок был, то да. А вас родители когда-нибудь в детстве наказывали? Нет. А вы вот ребенка как наказываете, если что? Не знаю даже. Ругаю его, наверное. Даже не знаю. Ну, в угол ставили, гулять не пускали. Ну, какое-то было наказание. А так, в основном, все дети гуляли, а мы на даче, в лодку таскали, кроликам траву рвали. Это была обязанность и в то же время наказание. А своих детей как наказываете, если что-то? Ну, стараюсь не наказывать. А потом они уже сейчас большие. Мы в войну рашили, нас никто не наказывал. В войну. Мы ели траву, лопухи, дудки. Вот эти мы и питались. Не как сейчас, вон, детям, все для вас. А тогда не было. Но мы зато сейчас здоровее, чем молодежь. Так что мы хорошо. Нас в то время бить нельзя было. Я шести лет, отец работал, ну, в центре вот исполком здесь. Он работал и стопняком, а дрова привезут вот такие толстые, трехметровые. И мы с ним пополам пилили. А мне шесть лет всего было. Сейчас оставишь ребенка, не будет. А мы что? Наказывали ли вас родители в детстве как? Нет. А вы своих детей за что-то? Нет. Да по-разному. Например? Лишали прогулок, вставили в угол. Ремень был иногда за особо сильные проступки. А дети у вас есть? Есть. А вы как наказываете детей, сплошь себя ведут? Лишаем компьютера, приставки, телефона. Ремнем. А вы детей свои как наказываете, сплошь себя? Я вообще никак не наказывала. Ой, поэтому я такой плохой. Бабушка меня била железной рукой за любую провинность, даже за которую безобидно. Она меня в мозги отбила. Потом мама любила иногда. Когда я никогда уборку не делал, мне так не научили, так сказать, держать порядок в квартире. И она приходила, меня дубасила жгутом. Жгутом для хирурга, знаете, которая... Ну, чтобы кровь остановить, она врач у меня была. Вот она у меня жгутом, знаете, как больно. Ой, до сих пор помню. Вот теперь я такой, как сказать так по-литературному, полный, полный, так сказать, не самоуправляемый и совершенно беззалаберный я товарищ. Вот так. Еще живой до сих пор. А скажите, а дети у вас есть? Четверо детей, а трех жен. А вы как наказывали своих детей, если вели себя плохо? Я не успел их наказать. Они были маленькими. Я просто... Они не успевали вырастить, как я уже разводился. Точнее, от меня уходили. Последний, действительно, мальчик. Три девочки и мальчик. Вот мальчик, ему всего 4 года. Так что... И я вам больше скажу, я бы не наказывал.